Привет, друзья! Мне там посоветовали, вот на прошлом ролике, когда я выступал, что глазки надо, чтобы у девушки были более скристые. Ну, я здесь вижу, надо немножко искристость. Я могу, конечно, искристость сделать. Дело в том, что я-то изначально рисовал юношу, который стоит вот так вот. Да. Видите? Но для этого понял, чего не хватает. Надо возле шеи ему побольше сделать и подбородок покруче. Тогда это будет парень. Да. Ну, я могу сделать. Если вы хотите, пожалуйста, попробую. Или оставить девушку, не знаю. Ну, а теперь я о главном. Дело в том, что вчера поставил ролик о том, как работает наш мозг, полезную модель работы мозга. Посмотрите, кто не видел. И о том, как нас зомбирует во вчерашнем ролике. И он, как говорится, уже в эфире. И уже там много-много посмотрели. И они наиболее сметливые люди. Еще я не поставил ролик там, на Телеграме, где мы договаривались со всеми, что я там поставлю именно такой разрывной, взрывной, потрясающий ролик, открывающий всем глаза на то, как нас зомбируют. А уже догадались кое-кто. И там написали. И вы представляете? И уже начались конфликтные ситуации. А мы-то работаем на то, чтобы конфликтов не было. Доминанты сработали. А вот что такое доминанты? Поэтому я понял, что следующий ролик я должен посвятить этому. Потому что в прошлом ролике я говорил, как работает наш мозг. Полезная модель работы мозга. И в ней я в свое время, посмотрите, стрессу, кто хочет, мой старый сайт. И там есть описание. Новая модель работы мозга. Что в обычном состоянии божественного доминанты, конкурирующих. Они помогают нам принимать решения, выбирая то, которое мы хотим. А если будет одна доминанта, то она все решения за нас и примет. Так вот, обычное состояние бодрствования – это конкуренция доминанта. Это хорошо. Это позволяет нам думать, анализировать, принимать решения. А одна доминанта, ну, может быть, хорошая. Но если ты влюбился, например, и ты в таком состоянии, когда ты под этой доминантой, тебе говорят, что что-то тебе говорят, там и родители, и прочее, а ты ничего не слышишь, не видишь. Она у тебя в божественном свете. Кого ты влюбился. Это одна доминанта. А может быть, это был стресс мощный. Все доминанты вытеснились. Одна осталась. Это тоже транс. Это транс. Поэтому страх, стресс, влюбленность – это доминанта. Впечатление, которое фиксирует на себе внимание, это же есть доминанта. Вы фильм посмотрели страшный, заснуть не можете, вы все время прокручиваете это, прокручиваете это. И вот этот механизм, когда, наконец, вы ее нейтрализуете, опять откроются все остальные доминанты, или вы заснете. Поэтому о доминанте надо сказать. Я расскажу в следующем ролике, что такое доминанта. Как это вообще считается по современной науке. Как это описывал великий Ухтамский. Что говорили по этому поводу современные физиологи, психологи. Коротенький ролик сделаю о доминанте. И что я говорю, что это вектор внутри мозговых отношений. Но это не уничтожает то, что говорили до меня. Нет, это просто другой уровень языка. Вектор внутри мозговых отношений. Да, и поговорим про нулевое состояние. А теперь, друзья, кто еще не записался и на Телеграм, пожалуйста, на мой канал, который называется канал Хасая Алиева, метод ключ Хасая Алиева, туда тоже запишитесь. Потому что этот взрывной ролик, открывающий всем глаза, будет как раз таки там. И когда вы его там посмотрите, многое откроется. Многое откроется. Но я вам гарантирую, очень многое откроется для вас. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok